Привет! На прошлой неделе я записал очередное видео для этого видеоблога про технологии, про векторные иконки, спрайты, всякое такое. Показал своим патроном и готовился уже на следующий день публиковать для всех, ну, как обычно. А на следующий день началась война. И уже не до какого видео. Уже не до чего. За последние несколько дней я поставил на паузу и просто закрыл несколько своих проектов, потому что невозможно думать ни о чем, говорить ни о чем, делать вообще ничего, кроме как об этой ужасной трагедии, которая прямо сейчас творится в Украине. Знаете, когда где-то там в далекой Африканской республике военный диктатор устраивает резню, где в далекой сирийской пустыне войска какого-нибудь, не знаю, очередного царя, царька гоняют очередную, очередных каких-нибудь своих противников в пыли. Ты смотришь на это и думаешь, где-то паршиво ты прямо сейчас. Но это далеко. А тут и ты там не был ни разу, ты не знаешь никого там. А когда война приходит к твоим друзьям домой, это совсем другое. Я знаю, как это лицемерно двойные, тройные стандарты, вот это все, это невыносимо жить с этим. Я знаю. Тем не менее. Я много раз бывал в Украине. Последний раз я приезжал на конференцию FV Days в самом начале пандемии. Только все начиналось, я прорвался, прилетел, погулял по пустому Киеву, прочитал свои доклады из студии, все было чудесно. До этого несколько раз ездил в Харьков на Харьков.js. По-моему, мы организовали девять конференций Web Standards Days в Киеве. Девять. Последние из них проходили по-моему, в восемнадцатом году последняя прошла. И она проходила в фантастической площадке, там вывешивали буквы с надписью Web Standards Days, как, знаете, как в кинотеатрах буквы вешают. Это родная и любимая мне страна, родные и любимые города. Первый раз я побывал в Днепре, потом приехал в Киев, Харьков, 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 Одесса. Дважды бывал во Львове. Это не пустые слова для меня, как для кого-то из вас. Для вас, возможно, это чужая страна, в которой ходят какие-то там националисты-бандеровцы. Для меня это страна родная, любимая, где живут мои друзья. кто-то из них убежал от войны со своими семьями, кто-то до сих пор сидит и ждет, не знаю, надеется защитить свой город, свою страну. Защитить от кого? От армии страны, гражданином, которой я являюсь. Я не думаю, что тем, кто сейчас прячется в подвалах от бомб, есть дело до того, как я чувствую. Но видеоблог мне стыдно, жутко, мне страшно. Я сижу себе в теплом Берлине, здесь тоже лихорадит город, лихорадит людей, особенно русскоязычное сообщество украинцев, русских, белорусов, да и вообще всех, кто приехал сюда. Я видел многотысячные митинги, я как дурак пропустил стотысячный, огромнейший, но здесь очень мощно все это чувствуется, поддержка. Здесь люди собирают гуманитарную помощь, многие компании пишут письма своим сотрудникам, поддерживают и все что-то такое. Здесь все уютно, тепло, хорошо. И мне говорят, ну ты убежал из России, ладно, убежал, уехал поработать, ты чувствуешь себя в безопасности, расскажи всем правду, как оно на самом деле все. А я смотрю на свой этот дурацкий паспорт с птичками, красный, и понимаю, что это мое гражданство единственное пока что. Понимаю, что я по-прежнему привязан к стране, понимаю, что что я боюсь репрессий, боюсь лишения гражданства, боюсь всего это. За своих друзей боюсь, которые каждый вечер выходят на площади в России. Это про меня, это все ерунда, это все фигня, пожалуйста, забудьте все, что я сейчас сказал. Главное, эту чудовищную войну нужно остановить, иначе вы не сможете потом смотреть в глаза, своим детям, своим друзьям, всему миру. Это должно прекратиться. И я знаю, что не в моих силах это остановить, и не в ваших силах остановить. Но все мы вместе что-то значим. И мы совершенно точно должны постараться хотя бы ради себя, для того, чтобы вот эта вот наша душа, совесть, называйте, как хотите, чтобы она не умерла от этого ужаса, который потом свалится. Даже если сейчас вы беззаботно думаете, что все в порядке, там сейчас быстренько мир, порядок наведут солдаты, миротворцы. Нет. Там сейчас творится мясорубка. мы обязаны это остановить. Даже если это остановится само, очередные раунды переговоров, кто-то победит, кто-то проиграет. Мы должны что-то сделать. Прямо сейчас. И сейчас не время ни для фронтенда, ни для веселых видео, ни для шуток, ни для чего. Я не знаю, когда жизнь вернется в норму. Когда последний солдат уйдет, когда будет выстрелен последний выстрел, да нет, конечно. Я не знаю, когда моя жизнь станет прежней. Мне плевать. Я хочу, чтобы не гибли люди. И все эти ваши имперские амбиции, все эти ваши геополитические диванные дебаты не стоят жизни людей. Опомнитесь. Остановите эту войну. Помогите другим сволочам остановить ее. Напомните, что на самом деле важно. И не позволяйте себя дурить. Ищите источники информации разнообразные. Пропагандой сейчас заполнено все. А перед вами реплики очевидца. я не сижу в подвале под бомбами. Но я видел страну, я видел людей. Я слышу своих друзей, я верю им. И я повторюсь снова. Это должно прекратиться. Война должна прекратиться. и может быть когда-нибудь мы сможем вернуться к нормальной жизни. Но я не уверен, что мы когда-нибудь сможем друг другу смотреть в глаза. Россияне и украинцы. А кто я в этой ситуации, я уже не знаю. Случайный человек, попавший в Берлин. Остановите войну. это все, что важно прямо сейчас. в Берлин. Продолжение следует...